Что-то вот такое сложное, что-то серьезное. Я вам скажу так, что для перевода, для самого перевода, проблем вообще нет. Потому что я могу перевести все, что хотите, то, что я понял. А вот проблема возникает понять. Так это, простите, проблема понимания. Для понимания там сложности. Мне сложно сказать, что такое. Ну, наверное, пролог Евангелия Теана. Что там еще? Пролог Евангелия Теана. Очень сложно. Потом там же есть еще масса конфессиональных спорных мест. Ну, давайте простой пример. Давайте простой пример. Не сложный, а простой. У нас есть послание Тимофею. Оно это входит в корпус пастерских посланий. Там есть описание того, каким должен быть кто. Пресвитер. Да, старейшина. Мы считаем священник. Ну, хорошо, пусть будет священник. И написано, что он должен быть муж одной жены. Это как? Это в смысле не две? Или в смысле один раз жена? По-гречески написано, муж одной жены. Все. Вот. Это мы переводим в один раз женатым. Устойчивое выражение какое-то там греческое. Нет. Там вопрос такой. Нет. По-гречески там просто неустойчивое. Там, действительно, муж одной жены. И чтобы это понять, надо выяснить. Там, где писался этот текст, было многоженство. Вот если бы там было многоженство, тогда был запрет на многоженство. Но поскольку многоженства уже не было, и у евреев, собственно говоря, уже тоже к тому времени не было, то это запрет на развод. Потому что развод ведет за собой всякие споры о детях, имуществе и прочем неприятных вещах. Поэтому этот человек должен быть абсолютно достойный, чтобы про него никто ничего не говорил. Поэтому он должен жениться один раз. Но есть у нас вот такие десятники, это радикальные христиане, вы знаете, да? Они говорят, нет, нет. Потому что там некоторые священники женятся, ну не священники, а их предводители, они женятся и разводятся. Нет, нет, это многоженство запрещается. Так это вопрос же не перевода, это вопрос интерпретации. А Новый Завет, мне сложно сказать, какое самое трудное место. Вот мы тут, у меня когда семинар был, мы марта переводили в университете, мы мучились тут вдруг с этими рыбаками. Ну вот застряли и все. Вы иногда с переводом, вы иногда застреваете, вроде даже все поняли, да застреваете в простые места. Но там, где у вас существует сложная интерпретационная традиция, вот там трудно. А она везде возникает. Вот, например, что такое талант? День вечный. Сколько? Один талант. Ну сколько? У мира золота такая большая. Какая? Большая. О, 10 динариев. О, 10 динариев. Я за 10 динариев на работу не поеду. 10 динариев. 36 килограмм. Один талант, 36 килограмм. То есть когда неверному рабу дают, то есть помните эту притчу, да? 5, 3, 1. Значит, весь доход от провинции Иудея, было, по-моему, 16 талантов золота. Ему дают 5. Вы понимаете, это бюджетнообразующее состояние. Это триллионы на наши какие-то эти деньги. Это не 5 монеток. Поэтому у вас понимание притчи еще идет не только то, что он ленился, а то, что он не стал рисковать. Вы понимаете, чтобы заработать миллиард на миллиард за год, надо либо наркотиками торговать, либо оружием, либо высокими технологиями. Ну, рубль на рубль за год не заработать. То есть у этой притчи есть еще экономическая составляющая, которая древнему читателю была понятна. Мы оставляем в переводе талант. Все, ну, денежка золотая, ну ладно. То есть экономическая составляющая при переводе пропадает. Вот такие сложности есть при переводе. Потом, например, скажем, в послании, в Евангелии от Матфея, там с этим сотником непонятно. То ли Иисус говорит, я приду и вылечу, а Иисус мог идти к сотнику? Почему? Нет. Сотник он язычник. Евреи не служили в римской армии? Ему нельзя идти к язычнику? То ли он говорит, ну что, сейчас я все брошу, там можно греческий текст прочитать так, я сейчас все брошу и пойду к сотнику, что ли? Я сейчас все брошу и к тебе пойду? Какая интерпретация верная? Про всю брошу сразу вспоминаем в речу о сирофиникийской женщине в Евангелии от Марка. Помните, он говорит, она говорит, иди вылечи мою дочку, а он ей говорит, а, я пришел тут, и что, хлеб, который детям принесли, надо собакам отдать? Он тоже сначала изображает, что он не хочет помогать. А потом она говорит, и собаки едят крошки со стола. Да, и он говорит, иди, вера спасла тебя, все, иди. Твоя дочь исцелилась. С сотником может быть точно такая же ситуация, что вот я сейчас пойду, что мне сейчас все брошу и пойду, он говорит, да нет, зачем ты пойдешь? Я когда командую, говорю, иди, и он идет, мне не надо никуда идти. Молодец, все. Твой слуга поправился. Вот, понимаете, все, вот как прочитать? Да, здесь сложно. Это трудно, нет, это очень трудная работа. Поэтому синодальный перевод я, конечно, так поругал, но я еще раз хочу обратить внимание, это очень трудно, очень большая ответственность, и очень многие вещи нельзя поменять, потому что на тебя давят традиция, церковь, много чего. И не всегда это давление негативное. Вот, я вспомнил самый сложный случай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что такое во имя? В современном русском языке это ради. Но это не ради, это именем. Энонума. Там, что, вот, правильное прочтение, это именем Отца и Сына и Святого Духа. Ну попробуйте сейчас, поменяйте в любом переводе. Что будет? На полку поставить, его никто читать не будет, но в лучшем случае. В худшем сказали, что вы еретик, скажут сразу. И правильно сделают. Потому что не всегда надо исправлять традицию. Я сейчас читаю Евангелие, и там идет толкование болгарского архиепископа Феофилакта. Болгарский. И он, значит, там вот толкует вот эти притчи. Значит, это может быть его личный взгляд, а может это совсем по-другому? Да? А как? А как? А как? Так это нормально. Это же нормально. И потом, смотрите, что делают богословы? Они же интерпретируют... Дело в том, что каждое поколение, каждый новый период человечества в нашей жизни. С одной стороны, мы задаем одни и те же вопросы священного писания, а с другой стороны, мы задаем разные. Ну, самый простой вопрос, да? Вы знаете, до 19 века национальности не было. Не было понятия национальности. Возникает в 19 веке. Нет, нет, нет. Нет, само понятие. Ну, люди знали, что я из Твери, а я Новгородец. А вот так, чтобы это было там, вот все немцы, или все русские, все православные было, все граждане Российской империи было. А вот так, чтобы вот это вот, люди начинали выяснять, кто еврей, а кто нет, ну вот, или там, такого не было. Соответственно, у нас возникает новый этап вопросов, кто там, кто есть. Да? У нас, скажем там, вот то, что я сейчас рассказываю, технологических проблем не было. Когда мы все укописи собрали, они появились. И каждый раз, соответственно, возникает новая ситуация. А потом, например, сегодня, скажем, мы знаем о библейском мире больше, чем они знали о эпоху. Благодаря науке истории и археологии. Вот как-то так. Все? Нету больше вопросов? Спасибо большое. Спасибо большое. Наших денег нет.